Здравствуйте, он старший ДПС в лошадной лицеевой силе Здравствуйте Что нарушаете? Вообще, в принципе, по жизни стараюсь не нарушать Это что за вопрос такой? А? Я говорю, это что за вопрос такой? Вообще, по жизни стараюсь не нарушать Что значит, что нарушаете? Туман есть на улице? Я не гидрообитцентр, я не знаю, есть туман, нет тумана Есть туман, в основе недостаточной видности У меня нет рассудования Стоп, секундочку, можно теперь я кое-что узнаю? Узнавайте Вы же знаете, вы же сотрудник ГАИ, надеюсь Можно мы увидим это? Да, я посмотрю и тогда задам вам вопрос, если вы действительно сотрудник Потому что я сейчас... Ну, мне сейчас кажется, что вы просто о погоде решили Может вы гидрообитцентр или вы дорожная... Просто вы едете с нарушениями во время условия недостаточной видимости А, ну хорошо, мы сейчас к этому поведем Василенко Евгений Анатольевич, пребываю на посаде Старшего инспектора ДПС, заводу с обслуговывания ВНМ А до какого можно увидеть этого? 16 Понятно А я теперь хочу узнать, ну как это требует процедура Причина остановки Есть ли у него? Дорожное движение Да, именно Именно, не включайте ближний СФР в условиях недостаточной видимости Как это я не включаю? Ну вот так, вы включаете только наоборот А, вот так вот, да? Ну хорошо, давайте тогда привлекать меня к админ ответственности У нас есть статья же, да, за это привлечение к админ ответственности? Хорошо Хорошо Вы как водитель, вам видно Секундочку, секундочку Есть определение Как я, как водитель Должен определить сейчас условия недостаточной или достаточной видимости? Я как должен это определить? Вот у нас с вами, у нас с вами спор Я говорю, да мне Видно машину, что едет? Конечно видно Из-за того, что у нее горит свет, правильно? Нет, из-за того, что это фура Инспектор, секундочку Мы не можем с вами спорить Мы можем с вами только основываться на закон Как вы и как я должны, согласно правилам, определить сейчас достаточные условия видимости или недостаточные? Как это определить по закону? Это все сильный туман Я говорю, что я вижу, даже номер могу рассмотреть? Вы говорите, сильный туман Ну и номер, вы вблизи можете рассмотреть А когда выходит машина на обгон и едет машина навстречу без парки, очень тяжело среагировать, что потом делать Значит, у вас проблемы со зрением У меня нормально все со зрением Чтобы не было спора, у нас с вами есть ПДД Мы сейчас достанем и посмотрим, как это надо определять, как это должно регламентироваться И тогда ваша причина остановки будет законной, у меня не будет вам никаких предъезда И мы не будем составлять заявление без причины остановки Если же это не получится, тогда мы будем действовать по другой процедуре Потому что сейчас ситуация такая, вы говорите, условия недостаточные, потому что я так решил, мне не видно А я вам говорю, а как? Я не решил, потому что туман есть на улице Условия, давайте определить, сейчас я принесу правила вам покрыть У меня есть Есть ПДД Как не такие? Есть с 14-го года Какие не такие? Саш, ты не против водилу поделся У вас какая-то такая книга интересная, Рашин Инспектор мне один говорил, говорит, вы не покупайте, берите самые простые, без всяких трактований и пояснений Потому что там пишут ерунду Специально купил, без трактований, картинок и пояснений Оказывается, все не то Ну просто пояснения, они не затвержены Ну ладно, давайте читаем Не, а тут смотрите, то что у вас ну Не читаем У меня бы просто книг И достаточно видимость, дороги напрямую руку меньше 300 сутенков, умов, туман, дощу с него падает дождь Давайте теперь определим 300 метров Давайте померим А мерить до чего будем? Ну, чтоб менее 300 метров было видимость Что? Видимость чего? Дороги напрямую руку Ну вот, давайте мерить Давайте, вот я вижу На вас мы не сможем поймать Ну вы видите, вы же знаете сколько метров? Секундочку Что я должен увидеть через 300 метров? Дорогу, хорошо А как вы определите? Ну мы размытаем рулетку, я скажу, отлично просматривается дорога Я сейчас вижу ее до подъема, где она заканчивается Вот у меня два есть свидетеля Давайте их, зачем кого-то оставлять? Вот они в машине есть Не родственники Понимаете, лучше включить его в туман Секундочку Мы с вами сейчас, ну понимаете, мы основываемся на правилах дорожного движения Это ваше личное мнение Я хочу действовать Это не мое, это на практике все проверяется Ладно, давайте сделаем таким образом с вами Вы мне приносите фото-видео фиксацию, мы составляем админ протокол и нет никаких проблем Вы не можете составлять админ протокол? Ну вы составляете админ протокол? Ну это я буду решать составлять админ протокол и не составлять Мне главное у вас предупредить, чтобы вы включали, чтобы не было последствий никаких Нет Я считаю, что данные Все расписано, что надо включать Можно и дальние, и противотуманные во время условий недостаточной видимости включать Я вам говорю, что видимость достаточная Вы мне говорите, что нет, у нас об этом спор, а не о том, что надо Я с вами полностью согласен, что в условиях недостаточной видимости необходимо включать свет Я не спорю Всегда включаю свет Даже не в условиях Даже всегда, потому что по трассе езжу Ну вообще сейчас включен Так включен был свет? Ну уже включен Вы говорите, что не надо включать, уже включен Мы не говорили, что не надо Инспектор, вы пожалуйста не перекручивайте Я не перекручиваю, это вы начали перекручивать Давайте так У нас была с вами дискуссия по поводу того, что сейчас хорошая видимость Вы говорили плохая, я говорю хорошая, а вы говорите плохая Про свет никто ничего не говорил Да говорили вы в самом начале В самом начале что? Вам все хорошо видно, зачем мне его включать? Ну правильно Так это не говорит о том, что он не говел Не, ну как вы говорите, у меня все хорошо видно Ладно, давайте будем составлять админ протокол Вы так решили? В смысле, что значит я решил? Давайте составлять админ протокол Я вам объясню почему Потому что я, ваше действие, хочу оспорить Что что? Хочу ваши действия оспорить Ваше предупреждение, которое вы собираетесь мне вынести Я тоже хочу оспорить в законном порядке, в судебном Почему? Потому что я с ним не согласен Ваши замечаниями и предупреждения Считаю, что не нарушал правила дорожного движения Или вы считаете априори, что вы правы? Можно я отстегнусь? Отстегнусь можно? Почему? Можно делать Инспектор, я хочу ваши действия оспорить Для этого мне надо Протокол, постановление, с которым я пойду в суд А что я, предусловно скажу Инспектор такой-то, такой-то Мне вынес предупреждение Не согласен, оспариваете? Ну как это? Не оспаривается так У меня есть примеры Инспектор, у меня есть примеры Постановления и протоколов Где мне выписывали, что устная пупереджина С которой я ходил в суд, я его оспариваю Как это нет? Или вы считаете, что вы меня можете Вот так вот просто предупредить? Вот так вот А я должен махнуть головой Сказать, хорошо, спасибо, извините И поехать дальше Как вы думаете? А что нет? Здравствуйте, подходите, инспектор А что нет? Если вы говорите, а что нет? Я вам объясню, а что нет Что такое предупреждение? Это есть один из изысканий Одно из изысканий Одно из привлечений к ответственности Что такое привлечения к ответственности? Наказание водителя Если я не согласен как водитель с наказанием Я имею право его оспорить? У меня государство такое право дает Потому что перед тем как Вот Так я вот хочу Для того, чтобы его оспорить Мне надо, чтобы это было письменно зафиксировано Будьте любезны Предупредите меня В письменной форме Как того требует процедура Я примеры вам дам Как это делали другие инспектора Да я знаю, как это делать Пожалуйста У меня не будет никаких претензий И я иду в суд И дальше это оспариваю Это мое право Не лишайте мне А мое право решать составлять Это мое право складывать протокол Я просто прошу вас Что устное попереджение Которое вы хотите мне вынести Хочу его зафиксировать Я умею устное попереджение Я вам просто говорю Включите свет Как нет такого просто Вы что, друг мой или кто Вы инспектор ГАИ Вы мне не можете просто давать советы Вы либо руководствуетесь законом Либо вы просто не находитесь на службе Как это вы мне просто говорите Это что такое Просто Причина зупинки яка была Порушение правил дорожного руха Есть такая причина Правильно Значит, есть ли причина Он есть такой человек Профилактика в нашей работе Есть такое Вы мне сказали Под видеофиксацией Что причина остановки была Нарушение мной Правила дорожного движения Следовательно, я нарушил Вы принимаете какие-то меры к нарушителю Вы его в данном случае устно предупреждаете Я прошу Я свою беседу провел Что надо Я вам показал в правилах Не беседу Что такое беседа Профилактическая беседа Чтобы вы дальше этого не допускали Может вы забыли Инспектор, я извиняюсь Нет такой причины остановки Как профилактическая беседа Ее нету Наукроме не существует Правильно Нарушение ПДД Что вы должны Что вы должны Принимать к нарушителям Это уже мы Согласно законодательству Я решаю Минимально Так секундочку Нет Нет А вы так решили Я вам по закону говорю Я не так решил Минимальное нарушение В целом случае Это предупреждение Устное Нету такого Профилактической беседы Если бы К примеру Вы меня остановили За К примеру при решении скорости Составили протокол И при этом провели Профилактическую беседу Разговора нету Нет такого Что вы остановили Нарушителя Вы говорите что он нарушил И вы проводите Проф беседу Без предупреждения Без привлечения к админ ответственности Такое не предусмотрено Законодательством В принципе Вы сейчас нарушаете законы Я вам на это прямо указываю Как это нет Ну вот так Я прошу вас Я хочу оспорить Ваши действия Для этого мне надо Подвижения Есть мои правы Нет Причем Вы Выносите мне предупреждение Если нет Если вы не выносите предупреждение Если вы просто говорите Что я вас просто вам Просто вам просто сказать Тогда я пишу заявление О беспричинной остановке И вы его принимаете И я иду дальше Какой из вариантов ваших странах Я же вам объяснил Чуть всего Остановки была Остановка какая была Нарушение водителям правил дорожного движения Да так нарушений много бывает Правила большая Я нарушил Если я нарушил Что должен сделать инспектор Нету такого Не предусматриваться К нарушителю проф беседок Есть устное попереджение Есть составление админ протокола Есть Какие меры вы ко мне принимаете Есть Какие меры ко мне приехали Какие меры ко мне принимаете Это я уже рассказал, что мы будем повторять Инспектор, нет такого профбеседы Есть такого Профбеседа проводится в случае, если Вы подошли ко мне, если вы составили протокол за какое-то нарушение При этом провели профбеседу Не бывает остановок для проведения профбеседы А какое взыскание профбеседок? Вот, взыскание Я думаю, не профбеседа, взыскание Удмиственного кодекса Вы можете сейчас составить протокол Письменно зафиксировать Так сделайте это, я требую от вас Выполнение закона Мне не надо от вас требовать выполнения закона? Граждане от вас не имеют права Требовать выполнения закона? Я требую от вас выполнения закона Я вам говорю, что закон, к сожалению, не предусматривает Нарушителям Рассказывать профбеседу Такого нет Либо это устное предупреждение Есть у нашей инструкции Какой инструкции? Секундочку, давайте откроем закон о милиции Три единицы, почитаем Ты посчитал, что там написано И где же там написано? Так я не против, инспектор Там же нету такого Вы же прекрасно это знаете И надейтесь на то, что я этого не знаю Я вас просто прошу Я вас просто прошу Составить административный протокол Если вы хотите устное пупореджение Зафиксировать письменно Отдать его мне Чтобы я мог его оспорить Вот и все Потому что я с вами в корне не согласен В течение нашего разговора Ни разу не сказал, что я согласен С каким-либо нарушением Я вам с самого начала говорил Что не согласен Подождите, я оспорить Оспорить в случае вы будете оспаривать Если на вас будет составлен Министеративный протокол Я хочу оспорить сам факт того Что вас беспричайно остановили Это раз Во-вторых, инспектор из меня сделал нарушителя С чем я в корне не согласен Так вот я хочу Дать, чтобы вы дали мне возможность Это оспорить каким-либо способом Получается так Вы остановили Вдвоем решили Ну там, не вдвоем Он решил Все, вы нарушитель Я вас предупредил Про беседу провел Счастливого пути И я еду, думаю Вот, блин, классно Инспектор меня остановил Сделал нарушителем А я даже ничего не могу сделать Не оспорить Ну мне только надо кивнуть и согласиться Получается так Украинское законодательство К сожалению Украинское законодательство Дает водителю возможность Вообще человеку-гражданину Оспорить какое-либо решение Посудовой особы В данном случае Вы, инспектор, говорили Посудовая особа Дайте мне Как простому законопослушному гражданину Возможность оспорить То, что вы сейчас сделали Из меня нарушителем Я не хочу быть нарушителем Ни для кого В том числе для себя самого Вот сидят люди Вам же не доказали Что вы нарушитель А, то есть Не доказано Что вы нарушитель Так вот В этом вся суть Тогда давайте Тогда, пожалуйста Хорошо, правильно, вы сказали? Мне абсолютно правильно Никто не доказал Что я нарушил Мне не предоставили Ни фото Ни видеофиксации Ни показаний о свидетелях Поэтому я вас прошу Либо давайте Когда ознакомится водитель С этими всеми доказательствами? Кто значит Когда ознакомится? Ну, все эти фотофиксации Объяснение свидетеля Преосмотренияcą дела Перерассмотрение, дело еще не зафиксировано, вы уже хотите это посмотреть, показания фото А как же вы, как это дело еще даже не зафиксировано, а вы уже из меня нарушителя сделали Чем я сделаю из вас нарушителей? Вы остановили меня, сказали, вы нарушили пункт правил А что я должен делать при остановке машин? Назвать законную причину остановки Я назвал ее Так если она законная, и вы мне говорите, что я нарушил правила дорожного движения, я как водитель, значит я уже нарушитель Это прирозный дисправл, мы эти права с этим не знаем Когда водителю озвучиваете причину остановки, в которой вы называете нарушение ПДД, он автоматически уже становится нарушителем, потому что вы его за это остановили За что вы меня остановили? За нарушение? Я вам объяснил, за что я уже вам объяснил не один раз Правильно, я пытаюсь построить логическую цепочку Был остановлен за нарушением, следовательно нарушитель Инспектор сказал, что я двигался без света, при этом не предоставил мне ни фото, ни видео, ни показания свидетелей Это предоставляется, мы уже с вами вывесили Да, при рассмотрении Следовательно, инспектор сделал из меня нарушителя еще до рассмотрения дела Он не захотел дать мне право подать на операцию Нарушителем делается, только когда уже составляется Кто я сейчас, в каком я статусе нахожусь сейчас? Водитель, водитель транспортного средства, с кем доводится профилактическая беседа Тогда причина остановки незаконная, мы решили Ну это вы так решили Ну как это я так решил? Ну вы так решили Ну инспектор Ну вы сначала согласны были, не согласны с нарушением по одной причине А потом по второму А потом требуете третий По ряду причин не согласны А потом вы нарушили, как минимум, три положения Я? Да Я вам объясняю Причина остановки является незаконной Это ваше личное Нет, объясняю почему Объясняю почему Нету ни фото, ни видеофиксации, ни показания свидетелей Все на ваше усмотрение А причина для остановки надо иметь фото, видео и фотофиксацию для объяснения свидетелей? Хорошо, причина остановки была нарушение ПДД Будьте любезны, ознакомьте меня с ним право нарушения Тогда как у нас должен строиться диалог? Я открываю окно, вы говорите Здравствуйте Причина остановки нарушения правил дорожного движения Я говорю Ну хорошо Вы говорите Я провожу с вами профбеседу Пожалуйста, не нарушайте Счастливого пути, так? Включайте там Счастливый, делайте Так это и делается Если не составляется административный протокол Если нарушение официально фиксируется Составляется административный протокол Согласен Человек пишет, ну его ознакомливают сейчас от комиссии с розглядом справа Он дает объяснение свое Заявляет клопотание или доводит свои доказы Потом при розгляде справа его узнают с его доказом Фото в виде фиксации, объяснения свидетелей Давайте вспомним, как это было Что было именно? Как это было? Открывается окно? Что нарушаете? Это... Что такое обращение к водителю? Я сначала здоровался и представил Что вы нарушаете? Что вы нарушаете? Что это за вопросы, инспектор Гри? Что вы нарушаете правила дорожного движения? Что вы? Я, во-первых, не нарушаю Начнем с этого Во-вторых, что это вообще за обращение? Что вы через шоколад? Что вы нарушили, Александр? Мы это выяснили в ходе беседы с самого начала А, то есть все-таки я нарушитель Мы это выяснили Вы сами это сказали Давайте тогда сделаем таким образом Вы сами это сказали Раз вы не хотите составлять протокол Мы тогда напишем заявление обеспечения остановки И разъедемся, и все И пусть ваше руководство поясняет мне По какой причине вы меня остановили И будете ему объяснять Нарушал я или не нарушил Я его, может, уже объяснил Хорошо, я не понимаю Я хочу послышать от вашего командира взвода Кто у вас там главный? Я хочу от него дать четкие, внятные объяснения Потому что мы с вами трем, ну реально полчаса ни о чем Я вам про одно, вы мне про другое Так вы мне сначала одно, потом второе Какое? Я вам последовательно Ну так последовательно Вы сначала одно, потом другое говорите Будьте любезны Надо же как-то идти уже до конца с одним мнением А ни разу мнением не говорить Хорошо Мнение какое мое было? Я вам сказал, что я в принципе У вас разные они были Я до сих пор понять не могу, что вы хотите Вы сейчас уже настаиваете на совсем другом Инспектор, если вы не можете понять Объясняю вам простые три вещи Три Первое Я полностью с вами согласен Что когда плохая видимость на дороге Надо включить свет Это никак не касается меня Это в принципе Я вам о пункте правил О положении Изначально мы выясняли Плохая ли видимость сейчас или нет? Что является плохой видимость? Вы предложили померить Посмотрели, что такое плохая видимость Что же это такое? Что же это такое? Триста метров надо просматриваться дорога Я вам говорю, я просматриваю А вы сами сказали Противоречие с нашим Мы не можем определить Триста метров Вы видите, что вам не видно Машину вашу не видно То, что вам видно понятно Что не дочь Вам видно дорогу Так в чем тогда вопрос? Что же я нарушил? Машину саму не видно Я не против Но учитывая, что у меня был включен сверх Что же я нарушил? Включен Вы сначала говорили, что у вас не включен Я не говорил, что он меня не включен Вы слышите меня? Я вам говорю, что я сказал, я сказал, ладно, будьте любезны, пожалуйста, хорошо, хорошо, будьте любезны, вести к ручку, дайте, пожалуйста, мне, я напишу и поеду, потому что, ну, нет сил у меня, раз вы не принимаете никаких мер законных, я их буду принимать. Я бы с вами принял меры, я вам сказал, к вам вина проведу, вести к ручку, если вам не сложно, я не против, на что хотите писать? В смысле? Да, заявление беспричиной остановки, да. Вы только установленном порядке можете написать? Конечно, да. Но вы имеете право написать заявление? Ну я не говорю, что вы видели, ну это же не говорит, что я не могу, да, подать заявление, раз вы не видели. Можете, установленный порядок. Так вот, это и есть установленный порядок, будьте любезны, лезьте к ручку. Бери камеру. Морозится? Да, берите камеру. С рудами мои. А, за что? Да. Инспектора. Вы хотите именно на нас напитать заявление, и чтобы мы его... За вас нет. Зачем вы? Вы хотите принять? Чтобы мы приняли принять. Не, не, мы сейчас, если вы не хотите принять, не, конечно, вы можете принять. Но если вы откажетесь принять, мы завезем Николая в вашу дежурную часть и все. Ну, если вы не захотите принять, вы имеете право. Вообще-то, да, министр сказал, что любой милиционер на дороге везде. Вы же милиционер? Да. У меня есть один простой вопрос. Вы да будете принимать или вы отказываетесь? То есть вы не отказываетесь? Я не имею право, что не назвали. Нет, я знаю, что вы имеете. Я спрошу, вы отказываете? Вы скажите, да или нет? Заедем сейчас. До свидания.